Почему я амонтюрист? А как-то так складывается. Я понимаю, что вроде я так и не сказала бы про себя, но если посмотреть на то, что я творю, то получается, что, конечно же, амонтюрист. Абсолютно. В жизни я творю много сверхавантюрных, совершенно не поддающихся какой-то логике, продуманности вещей. Я вообще не умею, как сказать, планировать, выстраивать. Как сказать, вообще мне это не свойственно. Хотя я знаю, что мне очень часто говорят, ну вы же, конечно, строите свою карьеру, вообще ничего не строю. Ничего никогда в жизни я не планирую, не строю, не предполагаю. Я вот как-то вот так вот. Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые оленью, гуси, пауки, молчаливые рыбы, обитавшие в воде, морские звезды, и те, которых нельзя было видеть глазом, словом, все жизни, все жизни, все жизни, свершив печальный круг, угас. Уже тысячи веков, как земляне носит на себе ни одного живого существа. И эта бедная луна напрасно зажигает свой фонарь. На лугу уже не просыпается с криком журавли, и майских жуков не бывает слышно в липах рощах. Холодно, 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 пусто, 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 страшно, 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 тела живых существ исчезли вправе. И вечная материя обратила их в камни, в воду, в облака, а души их всех смелись в одну. Общая, мировая душа. Это я. Вы пришли в театр Дубина, который почти в целиком состоит из его учеников. И быстро стали приемлемы. Вы пришли в свою компанию, или ее присвоили, сделали свою? Я думаю, что это, наоборот, компания меня присвоила. Я ее слишком, может, была серьезная компания. Я пришла сразу в пробу чайки, в репетицию, прям в процесс. И это было... Я еще училась на последнем курсе, и это вот еще вот это вот прекрасное состояние, когда страшно хочется работать, аж трясет, и хочется бросаться в любую пробу, ломая, значит, конечности, набивая снеги, еще что угодно, только вот чтобы вот так. И поэтому, конечно, я была принята с такой отечественной иронией, и так немножко успокойся, что будет хорошо. Понятно, сейчас это как бы такое провею. Тоже такого какого-то сложного вхождения не было. Просто еще, поскольку это был репетиционный процесс рабочий, это, в общем, у меня, может быть, намного больше занимало в тот момент, как сказать, задачи, да, связанные с Ниной, а не то, как я как бы вхожу. А когда мы выпустили спектакль, это уже были все мои любимые, родные люди. И такие они по сей день остаются. Мне интересно, когда включаются какие-то механизмы, которые я сама не могу осознать. Это бывает крайне редко, потому что у меня очень сильно работает голова. Я себя редко так вот отпускаю. То есть бывают моменты, когда на сцене вы перестаете себя контролировать и начинает тебе принадлежать чему-то другому? Да, бывают такие, были в моей жизни такие моменты. Их совсем немного было, но, в общем, наверное, ради них ты остаешься в профессии, потому что, когда ты выходишь со сцены и думаешь, что сейчас это было такое интересно. А можно ли это как-то повторить? Грех пред небом, грех пред умершим, грех пред естеством, пред расшим. Мы никогда с Альвом Абрамовичем не обсуждаем отдельно роль. Ну, какие-то, в общем, как-то для меня это всегда есть тема, да, есть тема, есть какая-то общая история, общие смыслы, в которых уже ты ищешь, как твой персонаж, где его место в этом, в этом, в общем, высказывали, я так пафосно выражаюсь. Поэтому тут, в общем, ну, кроме того, только в данном случае мы решили, мы предположили, что именно Гертруда убила старшего гаммата, то есть своего мужа, и, собственно, этим положило начало этой истории кровавой. Хотя я думаю, что и сам старший Гамлет еще тоже, и, как сказать, его отец, о котором она говорит, и до этого еще кто-то, и вообще, так сказать, история правления не бывает без крови, и поэтому без жертв человеческих, без компромиссов. поэтому где начало этой истории, где ее конец? Она разомкнута. Она что? Разомкнута. Она разомкнута, да. В общем, это просто кусочек некого, так сказать, кусочек жизни нашего мира. Этот Гамлет очень, я бы сказала, вызывающе даже, связан с какими-то мотивами современного контекста жизни и, действительно, этого мира, который лежит во зле. Да? Да. Я сам как развязываю очень хорошо. Входим-то в броню и как входит для вас? Контекст современной жизни? Контекст от уже всего жизни? Ну, несомненно. Несомненно. Ильф Абрамович очень часто на репетиции приносит какие-то события, вещи, статьи, мысли, которые его, не знаю, что-то увидел, услышал по телевизору. Конечно, это все очень-очень вплетается, вплетается и вырастает, и прорастает, и все, что происходит, всегда отражается. И, конечно, там то, что произошло несколько дней назад в Петербурге, то, что сегодня произошло в Стокгольме, это все имеет непосредственное отношение к ужасу. действительно ничего не было в моей жизни интереснее, чем репетиции с Орвом Абрамовичем. Репетиции бывали такие головокружительные, такие, когда вот так ощущение, что у тебя прям что-то в подкорке взрывается, раскрывается, меняется, и ты уже не думаешь о том, сейчас, как пойти это сыграть, а ты просто с этой всей головой, со всем, что там происходит, просто самое интересное, когда ты просто рассказываешь. как сказать, ты не выходит и говоришь, я герцог, герцог была вот такая, 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 а когда ты понимаешь, что есть общая тема и столько на эту тему наговорено, надумано, напробовано, что ты уже идешь и пробуешь, в принципе, даже иногда не очень понимаешь, что конкретно, потому что обычно, ну, как сказать, то, что предлагается чаще всего, это вот какая-то такая очень конкретная задача такая, какая-то такая простая, так-сяк, сюда-туда, в общем, более-менее так подкорка не работает. То есть загружает в такое поле опыта? Да, конечно, личностного своего опыта, просто своего мировосприятия, ну, таланта своего, что, конечно, там интересно было ждать. Что ты любил цениться больше всего? Павел Абрамовича, что я ценю больше всего. Что вот именно вам больше всего? Наши отзыважные вам подходы для вашего артистического организма? Это способность выбить кучу из-под них? лучшим смыслом. Очень сложно как-то, я не знаю, как что-то выбрать такое одно. ни одно будет детей. В общем, все то, о чем я только что рассказывала, сейчас опять начну перечислять. Ну, а бывает так, что у вас ничего не получается? не получится. конечно, конечно, бывает, что не получается очень долго, и сейчас еще не получается, и сегодня еще не получится. Конечно, хочется вообще другого. Хочется того, о чем иногда говорили на репетициях, и что иногда там возникало. пока это ну, нет, ну, уже что-то есть, но все равно еще многое не получается. Прекрасное искусство было бы в театре, если бы мы не мешали зрителям? Да, у нас бывают такие прекрасные прогоны с Аргумом Абрамовичем наедине. Такое свое понимание. У нас недавно была волшебная репетиция перед Лишневым садом, просто буквально в 5 часов вечера, в 7 уже Лишневый сад, и стоит уже декорация, или по-прежнему как-то. Знаете, все-таки я хотела уточнить буквально пару вещей мне кажется в Гамлете. Давайте сейчас просто начнем от начала пойдем. Вот как есть там просто вот в этих декорациях. Мы пошли и начали, и это было так интересно. Это было так... А что происходило? Да вот это как-то знаете, мы просто проверяли то, о чем только что говорили с Аргумом Абрамовичем. Какая из героинь в человеческий нам ближе? Человеческий... Ну, они все в чем-то близки и в чем-то очень велики. Такого нету, что вот как-то... То, что все равно интересно, конечно, создавать совсем другого человека, чем он дальше от тебя, тем интереснее. С другой стороны, все равно работаешь ты чем? Работаешь ты тем, что у тебя есть. И тем, что у тебя есть здесь, здесь и здесь. Поэтому все равно это и часть тебя в этом есть. Поэтому... Получилось, что вам достаются девушки сомнительной нравственности? Да, это я специалист в этом вопросе. В смысле, в театре, да, отвечаю за... Вы тем не менее станете их тогда как никак не поперевать. Правда же? Несколько я понимаю, где они на сцене. Вы знаете, я вообще пытаюсь их не судить. Потому что мы не судьи. Мы рассказчики. Мы не судьи. Не надо судить. Мне кажется, это не та позиция не, как сказать, выходить и говорить. Посмотрите, какая она была хорошая. Она сделала много плохого, но она была очень хорошая. Или выходите и говорите, какая гадина вообще. Это все очень сильно сразу... Мне кажется, интереснее выходить и рассказывать историю. Вот была такая женщина. К чему она себя так вела? Что ей двигало? Это то, а вот иногда вот так, иногда вот так, а иногда вот так, а иногда это... И то есть рассказывать историю, а уже судит, пусть зритель. Есть что-то, что вы не переыграли, чтобы сыграть? Чтобы я хотела бы сыграть? Конкретно нет. Но мне было бы интересно, я в современном, как и в современной демоторгии совсем никогда не играла, но было бы это интересно. И все-таки мне бы хотелось комедии. А я не думаю, что это легче. Вот уж я не думаю. Поскольку у меня там есть трактирщица, которая вообще сложилась, по-моему, года через два с половиной. Так вот там колбасила тоже спектакль. Я знаю, что это совсем непросто. Я думаю, что это сложнее. То есть нет, это вообще самое сложное? Да. Ну, хотя вот тут кто-то, Изабель Юкер, я читала ее интервью, я ее обожаю просто. И она, она как раз пишет о том, что быть смешной, это вообще фу. А вот, как сказать, сыграть настоящую драму, это а мне как раз, ну, может быть, потому что у меня было слишком много драмы, то мне кажется, что драму легче все-таки. А вот хочется прям комедии. Позвольте мне говорить о своей любви. Не гоните меня прочь, и это окно будет на меня величайшим счастьем. Девушки отдыхают. Субтитры создавал DimaTorzok